МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии для радиокомпании Муравленко ТВ. Светлана Грачева, здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Праздник настоящих мужчин в Муравленко торжественным концертом отметили День защитника Отечества. Масленица идет, да блин нам несет. Сегодня началась сырная седмица у православных. Последняя подготовительная неделя к Великому посту. Теория, практика и история правил дорожного движения. В городе впервые состоялся конкурс профессионального мастерства среди водителей городских фирм такси. Первый опыт показал хорошие результаты. Россия празднует победу. В Сочи завершились зимние Олимпийские игры. В копилке нашей страны 33 награды. Выступление нашей сборной стало самым успешным для отечественных спортсменов в истории Олимпиад. Сборная России завоевала медали в более чем половине видов спорта, представленных на Олимпиаде в Сочи. А их, напомню, было 15. За спортсменов переживала вся страна. Жители Ямалоненецкого округа оказались преданными болельщиками. На Олимпиаде в Сочи побывали более тысячи ямальцев. Поддерживали нашу сборную и жители нашего города. Самое главное – это, конечно, впечатление, которое произвели Олимпийские игры. Дух Олимпиады, праздник, праздничная атмосфера, которая царит вокруг. Конечно, объекты олимпийские, очень грандиозные строения, которые за небольшой срок построили. И это, конечно, впечатляет. Олимпийские игры в Сочи сменит Паралимпиада. Эстафета Паралимпийского огня пройдет с 26 февраля по 7 марта 2014 года в 46 городах. Ямал уже готов принять эстафету Паралимпийского огня. Она пройдет 28 февраля в ноябрьске. По задумке организаторов, по улицам города огонь пронесут более 50 факелоносцев. Среди них известные ямальцы, внесшие вклад в развитие и популяризацию спорта, тренеры, спортсмены, общественные деятели, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья. Отмечу, что в эстафете Паралимпийского огня на Ямале факелоносцы представлены жителями всех 13 муниципальных образований автономного округа. Участвовать в ней будет и житель нашего города Карен Абрамянц. Сегодня в администрации состоялось традиционное награждение жителей города. В торжественной обстановке благодарственное письмо дирекции национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» Александр по дороге вручил начальнику управления образования Марине Снычевой. Награда была присуждена за поддержку делегации второй школы, которая принимала участие в 9-м российском рождественском фестивале. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня защитника Отечества благодарственные адреса администрации города вручены пожарным Василию Караджову и Евгению Комарову. За сложные награды дипломы победителей достались 14 муравленковским предпринимателям, участникам смотра конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка». Хочется, чтобы город был очень красивый, участвовать, побеждать везде. С каждым годом все как-то азарт, не охота поучаствовать. Выиграли, еще хочется больше. К другим темам. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Известное правило, к сожалению, по-прежнему предпочитают соблюдать не все жители нашего города. Они засоряют территории во дворах жилых домов, детских площадках и пешеходных дорожках. На телефон народной линии компании «Муравленка ТВ» обратились телезрители с жалобой на мусор, разбросанный по тротуару, ведущий от центрального городского рынка до хоккейного корта «Дружба». В ситуации разбиралась Анастасия Попова. Вот этот вот тротуар, он превратился просто в свалку. Тротуар и правда просто усыпан мусором. На него буквально как пчелы на мед сбегаются бездомные собаки. Такая ситуация беспокоит тренера по фигурному катанию Юлию Быстрых. По этому маршруту на занятия каждый день ходят ее воспитанники. Звонила родителям, просила, чтобы приехали, забрали меня. Но это вообще невыносимо ходить так. В происходящем возмущены и родители юных фигуристов. Говорят, что во всем виноваты взрослые горожане. Постоянные дети жалуются, что собаки, вот мусор бросают, к мусору собираются собаки. Пройти нельзя. Еще бутылки, стеклянные бутылки бросают, стеклянные бутылки разбиты. Ботинки, вот сын порвал ботинки. 17-летняя Анастасия Кузнецова терпеть такой бардак больше не могла. Через интернет обратилась в виртуальную приемную к специалистам жилищно-коммунальной сферы. Подробно описала ситуацию и просила принять меры. Спасибо, конечно, администрации за реакцию, за то, что хоть как-то прибрали. Но все равно проблема никуда не делась. Там могут продолжать и мусорить. В управлении жилищно-коммунального хозяйства говорят, скорее всего, эту территорию засоряют работники городского рынка и жители близлежащих частных домов. Если будет установлено лицо, которое допускает складирование мусора в неустановленных местах, то будет составлен административный протокол и привлечен к административной ответственности с наложением штрафов. Сейчас уборка тротуара здесь производится два раза в неделю. Если сравнивать с тем, что мы наблюдали неделю назад, мусора стало меньше. Но до идеальной чистоты еще далеко. Правила чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, видимо, предпочитают только единицы. Анастасия Попова, Сергей Кириченко, Андрей Нагибин, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Сегодня началась масленичная неделя. Ее еще называют «сырной седмицей». В православной церкви она является последней из трех подготовительных недель к Великому посту. С этого дня верующие уже не едят мясные продукты. В России масленица издавна была связана с народными гуляниями, с праздничными проводами зимы и встречей весны. В народе говорят, масленица идет, да блин нам несет. И не случайно, ведь главным угощением на праздник всегда были блины. Круглые и румяные они символизируют яркое солнце. По старым обычаям, блины принято печь в течение всей масленичной недели. И у каждого дня есть свое название. К примеру, вторник – это заигрыши. Раньше в этот день молодые люди приглядывали себе невест. Ну а в среду масленичной недели тещи приглашают к себе на блины зятьев с женами. Завершится масленичная неделя прощенным воскресеньем. 2 марта в городском парке культуры и отдыха состоится праздничная программа «Масленица широкая». Организаторы готовят театрализованное представление, концерт творческих коллективов и спортивно-развлекательные мероприятия. А уже в среду в клубном учреждении Лира пройдет конкурс «Блинная фантазия». У желающих еще есть возможность принять в нем участие. Заявки принимаются еще до 25 числа. Участвовать в конкурсе могут и юридические, и физические лица. Конкурс будет проходить два этапа. Первый этап – это дегустация блинов, а второй этап – презентация блинов. Так что всех желающих приглашаем принять участие. В Муравленко торжественным концертом отметили День защитника Отечества. Творческие коллективы города подарили муравленковцам настоящий подарок. Концертная программа включала в себя как абсолютно новые номера, так и давно полюбившиеся композиции. Надежда Деминова увидела все своими глазами и поинтересовалась впечатлением зрителей. Концерт начался с театрализованной постановки. В истории нашей страны есть целый ряд трагических, но великих страниц. И на каждой свои герои – Александр Невский, Суворов, Кутузов, солдаты, защищавшие Родину в годы Великой Отечественной. Те, о ком нельзя не вспомнить в День воинской славы России. С Днем защитника Отечества присутствующих в зале мужчин поздравили первый заместитель главы городской администрации Андрей Лукьянов и представитель губернатора Ямала Валентина Полынова. Я хотел бы пожелать каждому мужчине, чтобы под мирным небом, в согласии он мог построить уютный дом, в любви воспитать здоровых детей, в радости посадить целый сад деревьев возле своего уютного дома и чтобы никогда не пришлось с оружием в руках защищать свой дом и свою семью. Сегодня перед нами стоит общая задача сохранять вековые традиции, прививать молодому поколению чувство патриотизма, чувство долга, чувство любви к своей Родине. Уважаемые мужчины, искренне желаю всем вам мирных дней, здоровья, удачи, благополучия. За высокие показатели в служебной деятельности, большой вклад в деле военно-патриотического воспитания молодежи, почетных грамот губернатора округа и администрации города были удостоены 10 человек. Это работники военкомата, вневедомственной охраны и образовательных учреждений. Уже в течение нескольких лет в Муравленко следует традиции вручать паспорта гражданам России на мероприятиях, посвященных Дням воинской славы. В этот день такой чести были удостоены 9 юных муравленковцев. Официальную часть продолжила концертная программа. В каждой песне и в каждом танце любовь к Родине и уважение безграничного мужества ее защитников. Мне понравилось, что перекликаются все старые наши победы, то есть наши полководцы прошедших лет и с современными нашими ребятами, которые служат и в горячих точках. Все, ну, замечательный концерт. Я вообще стараюсь ходить на все концерты в ДК Украины, потому что я очень восхищена выступлением и работой всего коллектива. И сегодня очень понравилось. Правда, чуть-чуть много грустных песен было, так затронуло. Тема патриотики, тема воинской доблести русского солдата. Вот «Красной нитью» практически ходила через этот концерт. Поэтому впечатления самые хорошие. И спасибо участникам. Надежда Деминова, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Продолжаем выпуск. Сотрудники госавтоинспекции «Муравленко» выбрали лучшего водителя такси. В городе впервые прошел конкурс профессионального мастерства среди работников нескольких фирм такси. Первый опыт уже показал хорошие результаты. Инспекторы ГИБДД, да и сами конкурсанты, планируют сделать такие соревнования традиционными. Татьяна Бойко расскажет о состязаниях тех, кто всегда за рулем. Первый городской конкурс профессионального мастерства водителей такси приурочили к Дню защитника Отечества. На призы в принятном участии из 10 фирм такси откликнулись всего 5. Лидеры определились уже в первом этапе состязания. В теоретическом, с легкостью, без единой ошибки. Экзамен по ПДД сдал Андрей Треногин. Теорию сдал, потому что жена учится на права. Сейчас я вместе с ней так же все прохожу. Она у меня спрашивает, как что. А в грязь лицом ударить не хочется. И вот так завоевываем победы. А вот вождение, в отличие от теории, почти все конкурсанты сдали на отлично. Практическая часть состязаний проходила на городском автодроме. Задача конкурсанта – выполнить три упражнения. Парковку, змейку и заезд в гараж. На старте у каждого из участников 20 бонусных баллов. Штрафные очки начислялись за непристегнутый ремень безопасности, за невыполнение элементов с первого раза. И даже если двигатель авто заглох, с поставленной задачей не справился лишь один водитель. По болезни своих сотрудников приехали и руководители нескольких фирм такси. Игорь Сидорчук уверен – победа за ними. Говорит, что в профмастерстве своих водителей не сомневается. Люди, которые приходят в такси, это должны быть, конечно, профессионалы своего дела. Поэтому отбор жесткий. Кого ни попадя в такси не берем. А по поводу правил дорожного движения, по поводу безопасности дорожного движения, по поводу трудовой дисциплины, конечно, разговоры всегда при приеме на работу, всегда ведутся. В последнем этапе состязания конкурсанты соревновались в знаниях истории правил дорожного движения и развитии российских дорог. Победителям и призерам конкурса вручили памятные подарки. Победитель первого округного конкурса у нас стал треноги на Дресне Славович. Татьяна Бойко, Михаил Муштареев, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Мерились силами в преддверии Дня защитника Отечества и пожарные. В спортивно-тренировочном комплексе «Динамо» состоялись соревнования среди подразделений шестой пожарной части. Участникам необходимо было выполнить четыре вида упражнений. Комбинированная эстафета, подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, перетягивание каната и поднятие 24-килограммовой гири. Каждое упражнение требовало выносливости, сосредоточенности и отличной физической подготовки. В состязаниях участвовали четыре команды. Лучший результат показали представители второго караула. На втором месте сотрудники третьего. И бронзовая медаль состязания огнеборцев из первого караула. И на сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. В студии работала Светлана Грачева. Далее вас ждет прогноз погоды. Не переключайтесь и всего вам самого доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Только в Кераме бесплатная доставка строительных отделочных материалов из Ноябрьска для жителей Губкинского, Муравленка, Ханымей и Вингапуровского.